Девушки отдыхают Нет, дружок, бесплатный лимонад тебе больше сегодня не полагается Ты уже выпил два стакана в соседнем квартале полчаса назад Да и вредно много сладкого Кстати, твои родители знают, что ты гуляешь один Стой, ты куда? Угощайтесь нашим лимонадом С мая этого года в общественных местах каждый день можно получить два стакана напитка бесплатно Весь наш лимонад изготовлен по ГОСТу Сироп только натуральный В наличии 20 разновидностей Просто скажите роботу, какой лимонад вы хотите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кто у нас сегодня? Упырев Михаил Иванович Это бывший мультимиллионер? Он самый Напомните детали его дела, коллега Год рождения 1980-й Отец Упырева из красных директоров Во время приватизации стал собственником нескольких государственных предприятий Сын приумножил капитал В лучшие времена Упырев младший вплотную подбирался к первой сотне богатейших людей России По версии Форбс Но долларовым миллиардером так и не стал Владел большим строительным бизнесом Что после 29-го года? После второй социалистической революции Передал новым властям все свои активы и ценности Сопротивления не оказывал В антисоветских заговорах участия не принимал Чем занимался? Трудился на восстановление ЗИЛа Сначала рабочим строителем, затем прорабом А поскольку имел профильное образование Когда появилась вакансия Занял должность помощника инженера-строителя Награжден медалью за доблестный труд Сейчас проживает в Подмосковье В 2040-м вышел на пенсию Но продолжает работать в совхозе имени Сталина Всем привет! В эфире наша постоянная рубрика Посадка олигарха И сегодня я расскажу вам Как правильно высаживать помидоры В открытый грунт Между прочим, нас уже 200 тысяч Спасибо за то, что подписались на канал Блог бывшего буржуя Даже не думал, что кому-то моя болтовня Будет настолько интересна Кстати, скоро я еду в Институт истории При Академии наук Буду давать интервью Видеоотчет о поездке Обязательно выложу А сейчас нам придется прерваться Посевная заканчивается Техника идет в поле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О чьего имени вы говорите, пришельцы? Все вы чересчур молоды Мы люди Земли Мы люди Земли И говорим от имени нашей планеты Я вижу, что вы люди Земли Но кто велел вам говорить так, а не иначе? Мы не можем говорить иначе Мы здесь частица человечества Каждый из людей Земли говорил бы то же самое Только может быть в других выражениях или яснее Человечество? Это что такое? Население нашей планеты То есть народ Понятие народа у нас было в древности Пока все народы планеты не слились в одну семью Но если пользоваться этим понятием То мы говорим от имени единого народа Земли Как может народ говорить без ведома законных правителей? Как может неорганизованная толпа, тем более простонародье Выразить единое и полезное мнение? А что вы подразумеваете по терминам простонародье? Неспособную к высшей науке часть населения Используемую для воспроизводства из самых простых работ У нас нет простонародья Нет толпы и правителей Законно же у нас лишь желание человечества Выраженное через суммирование мнений Для этого есть точные машины Я не понимаю, какую ценность имеет суждение отдельных личностей Темных и некомпетентных У нас нет некомпетентных личностей Каждый большой вопрос открыто изучается миллионами ученых В тысячах научных институтов Результаты доводятся до всеобщего сведения Мелкие вопросы и решения по ним Принимаются соответствующими институтами Даже отдельными людьми А координируются советами по главным направлениям экономики Но есть же верховный правящий орган? Его нет По надобности в особых обстоятельствах Власть берет один из советов Например, совет экономики Совет здоровья Совет чести и права Или совет звездоплавания Я вижу у вас опасную анархию И сомневаюсь, что общение народа Яньях с вами принесет пользу Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена Я отказываюсь принять звездолет Возвращайтесь на свою планету анархии Или бродяжничайте дальше в безднах вселенной МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Иван Бородин. Здравствуйте! Министерство здравоохранения Альянса социалистических государств Евразии подготовило отчет об итогах своей работы за 2044 год. Особенно большие успехи достигнуты в профилактике и лечении туберкулеза, вирусного гепатита и болезни, передающихся половым путем. 15 лет подряд заболеваемость этими и другими так называемыми социальными недугами обновляет исторические минимумы. Многолетняя государственная программа оздоровления населения дает положительные результаты. Подавляющее большинство граждан Альянса ведет трезвый здоровый образ жизни и занимается физкультурой, что позволило значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Средняя продолжительность жизни в соцстранах Европы и Азии в 2044 году достигла 86 лет. Более подробно об отчетном заседании Минздрава мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Министерство соцобеспечения сообщает о том, что почти на год раньше запланированного срока все нуждающиеся получат бионические протезы. Высокотехнологичные аппараты не только полностью возмещают функции утраченных конечностей, но и способны точно передавать в мозг сигналы любых тактильных ощущений. Испытания показали, что условные и безусловные двигательные рефлексы у обладателей таких протезов практически ничем не отличаются от рефлексов здорового человека. С опережением плана идет и обеспечение инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата новейшими экзоскелетами. Это кардинально изменило жизнь сотен тысяч людей, ранее прикованных к инвалидной коляске и к постели. По сообщению Министерства транспорта, полностью удовлетворены потребности населения труднодоступных районов в экомобилях и вездеходах. Теперь отечественные автомобильные заводы смогут сконцентрироваться на производстве общественного и служебного транспорта. На прошлой неделе ЗИЛ открыл совместное предприятие в Аргентине. Это только один из многих примеров активного сотрудничества между социалистическими странами Латинской Америки и Альянсом социалистических государств Евразии. Кстати, в прошлом году рост промышленного производства в странах латиноамериканского соцблока превысил 12%. Рост был отмечен во всех отраслях народного хозяйства, несмотря на санкции со стороны США и других капиталистических государств. И последняя новость выпуска. Евразийский социалистический альянс и Китайская народная республика заканчивают подготовку к совместной космической экспедиции на Марс. Сразу два космических корабля отправятся в полет с космодрому Байконур в апреле следующего года. Напомним, что обитаемая советско-китайская станция на Луне работает уже 4 года. И коротко о погоде. КОНЕЦ 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 Благодарим вас, Юрий Александрович. И за приглашение на вашу лекцию в Музее преступлений и капитализма спасибо. Если сами не сможем прийти, то обязательно кого-нибудь из Академии отправим. Всего хорошего. До свидания. День добрый. Можно? Михаил Иванович. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Очень рады, что вы согласились поучаствовать в нашей работе. Мы уже говорили по телефону о цели нашего проекта. Наше интервью будет использовано и в серии документальных фильмов, и в качестве учебных пособий для школьных уроков истории. Да, помню. Вы сказали, что нужны живые воспоминания свидетелей и участников тех событий. Самое главное, чтобы на все вопросы вы отвечали честно. В конце концов, ваша принадлежность к классу капиталистов – дело прошлое. Поэтому не стесняйтесь, отвечайте искренне. Хорошо. Расскажу все, как было. Кофе, сок или воды не желаете? Нет, благодарю. Я недавно завтракал и пил чай. Ну, тогда пойдемте в студию. И вот, когда я был уже в пути, мне позвонили. Сказали, что аэропорт взят под контроль отрядами вооруженной милиции, а мой частный самолет арестован. В тот момент я почувствовал... Понял, что это конец. Велел водителю разворачиваться. Улететь в Италию, там у меня была вилла, не получилось. А через два дня в мой дом на Рублевке пришли из органов. И что было потом? Потом я передавал советской власти свои активы и собственность. Отдал все, кроме трехкомнатной квартиры в Москве, небольшого дачного участка и одной машины. Поскольку противодействий с моей стороны не было, то все ограничилось тем, что я попал под надзор органов госбезопасности. Раз в месяц являлся на задушевные профилактические беседы. Трудно приходилось тогда? Ну да, особенно в первое время. Контраст в уровне жизни был очень сильный. А позже стало еще тяжелее. С продовольствием перебои начались. С работой было неясно. Да и не знал я, оставить ли меня на свободе. Но надо отдать должное новым властям. Неразбериха продлилась недолго. Все предприятия и агрохолдинги были взяты под контроль и начали работать в штатном режиме. Снабжение и продовольствием тоже вскоре наладили. Людей трудоустраивали. Учебу и переобучение организовали. Устававшее приватизированное жилье заселяли всех нуждающихся граждан. В общем, с первых дней уделяли самое пристальное внимание социальным вопросам. А после того, как заработала единая система информационного управления, дела и вовсе пошли на лад. А был у вас соблазн побороться за свою собственность? У меня хватило ума в этом не участвовать. Все, кто ввязался в военную авантюру против советской власти, сами знаете, как закончили. Больших связей в верхах я не имел. И, к счастью, не попал в эту компанию. И то, что не получилось за границу сбежать, я тоже считаю своей огромной удачей. Большинство таких беглецов лишились всего. Отобрали у них на Западе собственность, счета арестовали, буквально помер упустили. А я не только остался на родине, но и смог принести ей пользу. Даже стал уважаемым человеком. Не зря отец мне говорил, хорошее техническое образование никому еще не повредило. Он инженером был. С детства мне прививал любовь к точным наукам и технике. Учился я на совесть, с красным дипломом окончил, архитектурно-строительный. Позже почти все свои строительные бизнес-проекты вел сам. Вот и пригодилась после революции моя квалификация. В рабочих я полгода проходил. И вообще, все, кто имел опыт работы на производстве, все специалисты из бизнеса при новой власти себя смогли реализовать, если хотели. Компетентными кадрами никто не разбрасывался. Ученые, врачи, инженеры и управленцы получили достойные условия для работы. Но дело было не только в хороших условиях и зарплатах. У многих мотивация к труду изменилась. Все мы скоро увидели, как успешно начали решаться жизненно важные для нашей страны задачи. Восстанавливалась промышленность, социальная сфера, совсем другое будущее замаячило на горизонте. Такая работа приносила настоящее моральное удовлетворение. Повторю, мне сильно повезло. Миллионам юристов, экономистов и прочим копирайтерам с мерчендайзерами пришлось переучиваться, заново приобретать профессию. А у меня специальность уже была. Не скучаете по тому образу жизни, который вели до революции? Ну, поначалу было дело, чего греха таить. Представьте, чуть ли не любое ваше желание исполняется по щелчку пальцев. К такому привыкаешь, начинаешь воспринимать как само собой разумеющиеся. Но постепенно мозги встали на место. Не в один день это произошло. Мои взгляды прошли через настоящую ломку. Это сейчас каждый старшеклассник хорошо знает основы политэкономии. В школе учат, что такое частная собственность, наследства производства, работа по найму и прибавочную стоимость. Даже дети понимают, что капиталистический способ производства это всегда присвоение чужого труда. Всегда паразитизм. А тогда до революции мы себя обманывали. И богатые, и бедные. Богатые пребывали в уверенности, что они всего добились своим умом и хваткой, а у кого не вышло, сам виноват. Сэ ля ви. Остальные утешались смутной надеждой когда-нибудь разбогатеть или убеждали себя в том, что им только нужно больше и лучше работать, крутиться. Но как себе не ври, правда состоит в том, что в фундаменте нашего богатства всегда были пот, несчастье и бедность тех, кто на нас вкалывал. Чтобы кто-то один купался в сказочные роскоши, сотни других должны были работать на него за гроши. Я уже молчу про ваучерную приватизацию, которая должна была войти в историю как главное мошенничество двадцатого века. Так что нет, не скучаю я по старой жизни и своему богатству. Сейчас для меня дико, что когда-то я жил чужим трудом. Довольны теперь своей жизнью? Да, доволен. Мне всего хватает. Живу в достатке. Я знаю, что все это по-настоящему заработано. Люди меня искренне уважают, не присмыкаются передо мной из-за моего кошелька, а действительно ценят как человека и специалиста. Как на стройке у вас складывались отношения с другими рабочими? По-разному. Кто-то нормально относился, с кем-то и конфликты возникали поначалу, но я людей не виню. Не за что им было нас богатых любить. Мы вообще слабо представляли, в каком состоянии находилась страна, как люди жили. Все в основном были заняты собственным обогащением. А какими последствиями это оборачивалось, почти не задумывались. Советская инфраструктура изнашивалась, провинция умирала, столицы и несколько больших городов распухали и жирели, народ деградировал. Все по уши в кредитах, у молодежи никаких перспектив, старики в нищете. И мало кого это беспокоило. Волновались только из-за потери или снижения прибыли. И так десятилетиями. Тревожные звоночки были, но кто на них обращал внимание? После кризиса 2008 года, помните, потрындели о модернизации и забыли. Уровень жизни начал все заметнее падать. Ну что, слышал народ от власти, просто денег нет, идите в бизнес, государство ничего не должно. Ура, патриотизм, пышные войны, парады, обещания рывков и прорывов работали все хуже. Сулили золотые горы, особенно перед выборами, а на деле взвинчивали налоги и тарифы, вводили новые поборы, пенсионную реформу провели. Прикрывать разруху, обнищание и деградации при падающих ценах насилье становилось все труднее. Потом был коронакризис, а затем, как вы знаете, началась величайшая глобальная депрессия. Накрыло всех, в том числе и страны первого мира. Так что либеральными сказками про правильный капитализм кормить население уже тоже было нельзя. Кончилась вера в пресвятую все регулирующую невидимую руку рынка. Даже я, быстро теряя доходы, в какой-то момент понял, что на этот раз легко уже не отделаться. Люди прозревали, настроения в обществе левели и совсем другие политические силы вышли на Альену. А до большого кризиса вы совсем не думали об этом? О том, что система обречена? Не было у меня времени на подобные размышления. Поймите, это как спорт, только вместо участия в соревнованиях ты что-то покупаешь или продаешь на бирже, следишь за котировками акций, воюешь с конкурентами или заключаешь сделки. Потом садишься в бизнес-джет и летишь в Монте-Карло, в Майами или на Мальдивы и, казалось, так будет всегда. А заботы и беды обычных людей, задержки зарплаты и сокращений работников были где-то там, далеко, в другом мире. Это были проблемы, которые за меня улаживали мои менеджеры, юристы или нанятые крепкие ребята. Но сколько веревочки не виться, а конец будет. «Если бы мне году так в 2007 рассказали о том, что нас ждет, я покрутил бы пальцем у виска. Однако все течет, все меняется». А в какой-то момент перемены начали происходить с такой скоростью, что мы и опомниться не успели, как оказались не то, что в другой стране, на другой планете. Хотя еще за несколько лет до мирового парада социалистических революций мало кто такой исход событий вообще предполагал. На заслуженный отдых не собираетесь, Михаил Иванович? Пенсию я, как и полагается по закону, уже получаю с 60 лет, но работу оставлять не хочется. В совхозе сейчас строить новую школу, я инженер-строитель на объекте, а еще веду архитектурный кружок в местном доме творчества. Рано мне на покой, я еще потрудиться хочу. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Полтора часа материалы отсняли. Спасибо, Михаил Иванович. Всегда пожалуйста, обращайтесь. Кстати, тут наши археологи как раз в ваш совхоз летят на раскопки, могут и вас подбросить. Не желаете? Не откажусь. Ну тогда нам уже пора на вертолетную площадку. Субтитры Здравствуйте. Я робот-мороженщица. Желаете пломбир или эскимо? Вам одну порцию или хотите угостить друзей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА